Я видела ролик, и хочется сказать, да, все было бы смешно, когда бы не было так грустно. Но начнем с того, что этому горе-мастеру хочется задать вопрос, а кто создал личность? Ну, как бы вот есть реальность, да, которая создана источником, создана создателем, там, абсолютом, высшим я, собственным высшим я, но для чего-то же высшее я это создает, как бы лучше пойти в этот вопрос, но, допустим, даже то, что этот горе-мастер говорит, что создали родители, тогда возникает вопрос, а зачем высшему я такие родители? Для чего-то же это было нужно, но, получается, это брак у высшего я, какая-то бракованная фабрика или как, или что это такое, то есть бракованный процесс, его надо подкорректировать, то есть как так получилось, что совершенный источник, совершенное высшее я, вдруг стало что-то плодить, воспроизводить, творить несовершенное, которое надо корректировать, которое надо демонтировать. И мне еще нравится взять, если я автора книги, да, можно взять Дюма, можно взять Толстого, неважно кого, но если взять того же самого Дюма, то Д'Артаньян и Тремушки Терова, ну, убираем личность. О чем книга? Пустые страницы? То есть ты как бы вот куда ни кинь взор, везде все будет стерто и пусто. Причем автор ролика, вот этот горе-мастер, он же утверждает о том, что все это ложная истина, там, карьерный рост, какие-то семейные ценности, он же как бы вообще это все достаточно так брутально высмеивает, ну, так быстренько в походе. Поражает другое, то, что человек пользуется интернетом, ну, то есть видеоролик YouTube, он пользуется самолетом там, там, где он находится, он туда перелетел, там, в отеле, в котором он там живет. Это же все амбиции, это же все карьерный чей-то рост. Ну, мы сейчас берем матричный язык, наличие других людей, так все-таки за этим же что-то стоит. Каким бы образом подобный горе-мастер распространял вот эти свои домыслы, если бы не было вот такого достижения, потому что все было бы стерто, если нет личности, если она демонтирована, остается что? Вот эта стертость. Ничего. То есть это как художник без своей картины. Вот подходит тебе человек и говорит, я великий художник. А ты спрашиваешь, а что написали? Ничего, я просто великий художник. Так же и повар, ну, неважно кто. Если бы не было бы личности, кто бы туда прилетел, кто бы слушал, кто бы заплатил деньги, кто бы интересовался, кто бы создавал роли, кто бы его выпускал. Такая абсолютная стагнация и пустота. Стагнирующая пустота, такое болото, состояние абсолютного болота. Это, знаешь, это тот уровень стагнации, когда уже освобождение и спасение априори бесполезно. Здесь обреченность, тотальная, стопроцентная обреченность. Здесь уже ничем не помочь. Можно было бы даже сказать, что жалко тех людей, которые попадают на такие сатсанги или на такие ретриты. С другой стороны, принцип резонанса. Человек имеет то, что он хочет иметь, или имеет то, что его имеет. И если такой был запрос, ну, значит, человек достоин такого ответа, достоин такого резонанса. И он именно подписался под то, что он хочет это иметь. Ведь ключ заключается не в убиении, не в том, чтобы что-то демонтировать и стирать. Это, знаешь, была же такая известная фраза. Борьба за мир камня на камне не оставит. Вот это революционные вещи, когда убить, и будет, придет что-то новое, что-то лучшее. Всегда любая попытка стирания, демонтажа, какой-то борьбы, какого-то насилия, ничего, кроме совершенствования того же самого, что было демонтировано, ничего не произойдет другого. Ключ не в борьбе, не против все зло, мы бы оно множится. Ключ в невовлеченности, ключ в скольжении по поверхности реальности, то есть ходить по воде, не быть обусловленным, не быть вовлеченным. Кто тот внутри человека, кто хочет другую личность? Это же так очевидно, что заигранность в Бога, именно заигранность в божественность, вот эту, которую человек напялил, как голый король, несуществующую мантию, заигрывается в то, что я не личность, но я могу выбрать другую личность. Это и есть, по сути, по факту, личность играется в обезличивание, личность играется в иллюзию того, что можно выбрать другую личность. Само наличие личности, вот этого представления, этой парадигмы, этой программы эго-ума, предназначено именно для обнаружения сознания, для обнаружения взаимосвязи между менталом, между эго-умом и сознанием. Что такое чистая осознанность? А человек хочет сам инструмент, сам механизм уничтожить. Я говорю, что это как у художника отобрать право писать картины и сказать, что, ну, подокажи теперь, какой ты художник. Он говорит, сейчас легко. Здесь неведение неведением погоняет. И перекладывание ответственности просто сквозит тотальное. Ведь не случайно процветают всякие гороскопы, процветают кармические какие-то вещи, там, байки про карму, процветают, соответственно, там, реинкарнации и всё такое. Это завуалированная форма, вот такой высший пилотаж перекладывания ответственности себя на что-либо вовне. И вот то, что есть в этом ролике, это как раз один из таких видов перекладывания ответственности. Когда я куда-то приду, заплачу, и мне что-то дадут, и что-то сделают. Более того, вот поставить себя ещё в зависимость от того, чтобы найти такого горе-мастера, добраться до него, думать ещё ждать, когда тебе демонтируют то, что априори никогда не должно быть демонтировано, потому что ты тогда навеки инвалид, инвалид духа, потому что весь тот механизм, инструмент, как бы будет стёрт и удалён. Понятно, что его стереть невозможно, можно поиграться в это. Но даже попытка думать в эту сторону, что-то предпринимать, травмирует человека настолько, искажает вот всю суть процесса, что там даже нету намёка в дальнейшем на прозрение и освобождение. Вообще, просто даже узнавание, что ты зашёл не туда, даже эта потенциальность теряется. Это как человек, который вот, это же тот же самый горе-мастер, который говорит, без проблем, я могу вас сделать просветлённым. Но представляешь, до какой степени собственная личность заигралась в потакание эго, в потакание ЧСВ. То есть уже границ ЧСВ просто не видно. Человек настолько уверовал, что, в принципе, уже его ничего не спасёт. Но печальность заключается в том, что это не спасёт и тех, кто к нему приходит. Это именно потому, что есть внутренняя ленность, внутренняя инертность и потакание, и потому-то, то есть потакание чужим авторитетом, то есть чему-либо вовне, а не доверие самому себе, именно потому, что хочется снять ответственность. Потому что, если до человека дойдёт, что всё не случайно, всё не просто так, и что даже в кажущемся несовершенстве всё абсолютно гармонично, гармонично и совершенно, ибо оно создано для того, чтобы быть вскрыто, чтобы оно было узнанно, осознанно, проявилось в ощущениях, человеку проще играть вот в это неведение, потакать ему и ждать манны небесной, что как-то что-то само собой сложится. Как мне сделать так, чтобы у меня всё было, и мне ничего за это не было? И потому процветает вот такой горе-бизнес. Я бы сказала, здесь надо иметь элементарное мужество и вот это внутреннее намерение, зов и силы тяги, чтобы хотя бы просто задаться вопросом, если личность есть, то кто стоит за тем, что она есть? Как я уже говорила в начале нашего разговора, что источник совершенен. Неважно, как ты его называешь, абсолют, бог, высшее я, творец, создатель. Источник совершенен. Может ли он создать несовершенство? Может ли он создать что-то ненужное? Или даже, скажем так, как сказал горе-мастер, что это дали родители, может ли источник создать таких родителей, которые дают что-то ненужное? Ведь во всём этом построении реальности есть собственный механизм, собственная парадигма, то есть собственное назначение, и его нужно узнать, но узнать непосредством вот этого спящего эго-ума, потакающего эго-ума, вот этой своей инертности и ленности и неведению, а хотя бы просто, как уже это говорилось много-много-много раз, быть в наблюдении. Откуда берутся такие выводы? Откуда берутся такие посылы? Откуда берётся согласие вот с такой подачей? Это же до какой степени нужно быть спящим, чтобы элементарные вещи просто не замечать? Скоро этот горе-мастер скажет, что надо не просто, например, стереть свою личность, а, например, удалить два глаза или отрубить себе руку. Помнишь, уже было в одном подкасте, когда мы говорили про лоботомию, когда сознание и осознанность искали через просверленную черепную коробку. Я думаю, что болезненные ощущения останавливают, но, в принципе, если так дальше будет продолжаться, ну, что-то придумают явно, что отрезал себе ухо, и всё, нирвана. В данной реальности есть алгоритм, есть закон, по вере вам воздастся. Если человек хочет, будучи реальностью одного, прожить собственную инвалидность, собственную жертвенность, то кто ему помешает, потому что это закон одного. Если он хочет сказать, что я ничего не знаю, дайте мне того, кто меня лишит моей личности, то он это проживёт, потому что он сам создаёт свой собственный ад. Ад создаётся только потому, что человек не осознаёт, что он ответственен за всё, что он излучает это всё, то, с чем он имеет дело. И вместо того, чтобы, будучи в наблюдении, обратить внимание, вскрыть, ощутить собой, не мыслями, а именно ощущениями себя, своего тела, вскрыть, что такое механизм этой реальности, что такое присутствие вот этого источника в себе и собой, человек доверяет мнимым авторитетам. И доверяет, опять-таки, не случайно по закону, вот как говорится, по вере вам воздастся. Ну, хочет человек в это верить, пусть получает. Очень распространено понятие алгоритм Law of Attraction, закон притяжения. И закон притяжения гласит о том, что человек притягивает всё то, что он думает, то, что он есть. Я бы всё-таки здесь подправила. По большому счёту, в данной реальности это не закон притяжения, а закон воспроизведения. То есть то, что человек излучает собой и фактом себя. Какую клавишу нажали, такая нота и звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok